Ну что, всем еще раз привет! Мы возвращаемся на Beyond Epic League. У нас закрытые квалификации региона Европы и СНГ. И последний матч на сегодня. Ну и что самое главное, первый матч на вылет. Проигравший в этой паре покидает квалификацию. Так как слота на турнир 2, то очень желательно пройти дальше по сетке. Там будет, в общем-то, один еще матч и все. И ты попадаешь на основной турнир. Так что попасть на него достаточно легко. Забавно, что команда Викингг и Экстремум, они были первое место в группе. То есть одни и вторые. И в итоге вот они где оказываются. Оказываются в лазерах, казалось бы. В группе проблем у них не было, а здесь проблем оказалось слишком много. Ну, поглядим, Форс, что мы увидим. Надеюсь, игры будут активны. Потому что предыдущая карта получилась такая достаточно тяжелая для бейт. Хотя было ощущение, что могли не закончить ее и пораньше. Я тебя не слышу. Мы с тобой это постоянно... Пара-пам-пам-пам-пам-та-та-та-та-та-та. Так слышно? Да, так прекрасно, прекрасно. Отлично. Ну, давай посмотрим. Викинг-джи-джи против Экстремум. Экстремум, конечно, с этим вот обновленным составом с годом на пятерке. Наверное, еще не успели сыграться должным образом. Потому что они иногда делают очень даже неплохо. Иногда просто очень сильно мисплеят. В принципе, то же самое, наверное, можно сказать и про Викинг. Только у них состав уже вроде как давно уконфликтован, насколько я знаю. Ну вот. Но Empire Hope они сегодня проиграли. Причем проиграли со счетом 2-0. Вот, будут пытаться сейчас отыгрываться. Берут крайне непопулярного героя Life Stealer. Ну, слушай, вообще у Викингов уже мега-мощный драфт. Так, если посмотреть. Ликан. Снэпфайр, Шейкер. Это, сам понимаешь, куча станов. Куча маг-урона. Куча физ-урона. Куча ДПСа по вышкам. Появляется Life Stealer, который не боится ни Кунки, ни Феникса. В общем-то. Морфа забанили и Нигма от Экстремум. Что за Нигма? Для тройки, да, наверное? Для Олда Кулыча. Это хороший герой, кстати. Это хороший герой. Он подкантривает Ликану, наверное, и Life Stealer. Так, Ликан у нас может быть, кстати, хардовый. Вот, я так подумал сейчас. Хардовый Ликан. Кто хорош против хардового Ликана? Ммм. Урса хорош против хардового Ликана. Урса хороший против Life Stealer, кстати. Сейчас еще вот эта вот новая мода на Урсу с БФом. Мне, честно говоря, очень нравится. Я недавно увидел, как там PPD недоволен был комментаторами, которые рофлят с БФа на Урсе. Сказал, что комментаторам нужно больше играть в доту. Вот. То есть он, так понимаю, англоязычные трансляции смотрит все-таки. Там англоязычные комментаторы очень сильно... Ну, короче, не понимают этого прикола с БФом на Урсу. Это на самом деле персонаж-то очень сильный и хороший. Банится Бладсикер. Дополнительного времени у викингов почти не осталось. Одна секунда. То есть им нужно будет за основное время выбрать себе героя на ласт пик. У года же дополнительного времени вагон и маленькая тележка. И он может тут еще две минуты сидеть, отдыхать. И потом только делать выбор. Ну, банить тут сложно что-то конкретное. Потому что у врага ласт пик будет. И у экстремума такой драфт, который... Ну, им кэри не хватает. То есть им нужно забанить по идее мидера, который будет очень сильно контрить того кэри, которого они собираются взять. То есть если они, например, собираются взять Урсу, как я предположил, то можно Виномантера забанить. Ибо в таком случае, если викинги увидят Урсу, они возьмут Виномантера на харду и Ликана на центр поставят. Хотя, может, они и так планируют Ликана на центр. Черт его знает. Просто мне кажется, что ласт пик очень выгодно оставлять на мид позицию. Интересно, что вот мы сегодня с тобой матч посмотрели. Без мастера вообще не рейтят, его не пикуют, его не банят. В отличие от Азии, где это герой ФП, он появляется вообще всегда. Можно придумать какую-то инфестбомбу, взять Пака. Пак может и Дримкойл Энигме сбивать. Пак не особо боится Кунки. То есть ничего Паку не делает. И Дримкойл хорошо под Снэфайр работает, там стрелять очень удобно становится. Ну вот, весь бонус тайм-то и улетает. Он не Крофоса. Что это такое на мид они решили? Окей, это Престалбайк вообще. Мне кажется, это кэрри позиция. В принципе, неплохой выбор с учетом того, что там Ликан. Неплохо, на самом деле. То есть тоже такой достаточно активный драфт от Экстремум. Ласт пики какие-то надо, наверное, придумать. Какие хорошие ласт пики здесь могут быть? Если задача сконтрить Бристалбэка... Ну, есть Разор. То есть если это все-таки Ликан на страду. Вайпер есть еще. Есть Разор, есть Вайпер. О, да, ты угадал прям, да. Я думал, ты просто про Вайпери скажешь, когда Бристалбэк контраст. Ты же выключаешь спину. Да, да просто все забыли про этого Вайпера. Я уже сам на самом-то деле не помню про него. А так, да, конечно, Бристалбэка Вайпер контрит очень сильно. Скорее всего, Викинги не планировали этого героя брать. Но раз так уж получается и против Хунки, и против Бристалбэка, то почему бы и нет? Почему бы не взять такого героя комфортного, приятного? Мне Викинги, ну, нравится, как распикали. Смотрю, баланс есть. Да, четко, четко, очень круто. Мне тоже, на самом деле, нравится больше драфт команды Викинг. Но в такой, ну, в таком турнире, вот на такой катке очень сложно прям до конца предсказать результат, потому что очень много бывает мисплеев со стороны игроков. Но в целом, что мы видим? Рубик плюс Энигма на линии против Лайфстиллера Снэпфайр. То есть Энигма там будет качаться. У Энигмы будет фарм. Там можно все переденаивать, можно все переластхичивать. Хороший крипстат, быстрый Эникра. Можно Лайфстиллеру доставить неприятности, да? Бристалбэк плюс Феникс на линии против Ликана и Шейкера. Там супер, фулл фрифарм у Бристалбэка. Феникс тоже достаточно неплох в этом плане против Ликана, я имею в виду, как персонаж. Наш Снэпфайр, да, там Феникса может подкантривать на самом деле. Но я, честно говоря, крайне редко вижу такие игры, где если, например, у Феникса и у его команды все хорошо, ну там не сильно хорошо, просто хорошо, да? Они там при своих играют, при каких-то нетворсах свои предметы имеют. Феникс пятерочка, там ничего серьезного. Транквил и урна, там 12 левел, что-нибудь в этом духе. И если Феникс хорошо ставит солнце, Снэпфайр просто не доходит. Потому что на Снэпфайр нужно и ульт нажать, и печеньку там раскинуть, и первый там спелл, может быть, до ульты выдать как-то. И, ну, просто не до этого. Как бы бабки, вот, обычно, чтобы там через третий спелл солнце разбивать. Первое солнце, да, суперудобно разбивать. Там второе, третье уже реально могут возникнуть проблемы. Это очень часто не работает. Хотя, казалось бы, что тут такого, что тут может не работать? Нажимаешь третий спелл, супербольшая скорость атаки, много тычек за раз, приходишь просто тык-тык-тык-тык-тык, и все, солнце разбиваешь. Но практика показывает, что это не работает. Даже тогда не работало, когда Снэпфайр еще и не нерфили. Вот, мы смотрели огромное количество матчапов Снэпфайр Феникс, и почти во всех этих матчапах Феникс выходил победителем на высоком уровне игры. Как здесь будет, не знаю. Последнюю игру, которую мы такую комментировали, была на Азии либо вчера, либо позавчера. Я уже не помню, там Снэпфайр выиграла, но там, опять-таки, у Снэпфайр, у команды было, в принципе, все хорошо, и Фениксу было нереально тяжело играть. Так вот, исходя из того, что мы сказали про стадию лайнинга, мне кажется, что у викингов должно быть все мега круто только на центре. Ну, не мега круто, а просто хорошо, как бы объективно хорошо только на центре. И с этой точки зрения, Экстремум, наверное, как-то с этим вайпером смогут справиться. То есть, опять-таки, Феникс его может убить, Рубик у него может украсть нейротоксин и кинуть, там, в ответ, или вайпер-страйк в него кинуть, и вайперу не очень будет круто. Изначально кажется, что пик викинг GG очень хорош, но если вот проследить за логикой, то вот лично мне кажется, что все-таки вот, если по полочкам вот я сейчас все разложил, мне кажется, что у Экстремум тогда получше драфт. Все-таки. Так, если не на первый взгляд, а более детально. Ну, давай посмотрим, как оно будет в итоге. А Милажу уже готовится пачку выводить, смотри. Хитрит. 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 Так, сколько у нас рун для викингов? Две, да? Две рун для викингов? Два-два. Два-два пара, да. Два-два. Опа. Опа. Вышел кунка. Прикольно. Оп, рейндж динай. Ой, ну-ка, рейнджовенького. А зачем он сейчас сайт-брингера ударил? А я не знаю. Да, можно просто было вести. Ну ладно. Неприятно, конечно, но все. Крипа забирает. Пайпер стоит под тавером. Пока все добил. Ведет крипов дальше. Просто их хороутами по воде дождется на... Ну все правильно. Все делает бум по красоте. Так, шейкер на топе. Пока фотографирует, стоит на ход феникса, начинает ребята очковаться. Феникс, конечно, спириты нажимает, и сразу же шейкер теряет интерес. Тут особо не повоюешь. Ставит в центр. Ой, так подошел, просто взял, поставил. Гот на этот тайминг, конечно, уже не успеет разблочить, но на следующую минуту беспробно этот вард уберет. Поэтому эффективность этого варда крайне мала получается. Так, вот, сентри, все, минус сентри у противника. Так, ну и все, кунка вынуждена теперь стоять на линии. По-честному, тяжело, вайпер начинает плеваться, очень много расходников, если что, имеется. Была атака на Рубика, Рубик успел телепорт нажать, улетает на тавер. Доводит себе много регена по мане, все грустно будет. Ну хотя регена немного, танго одно, привез себе лишь фласку. Энигма, классический билд со старта, две масочки, выход в Некра, быстрые. У нас на фаер здесь, конечно, тоже нормально воюет. Саппорт в этой позиции, хоть и фиксили героя, и дрововик там фиксили, все равно можно давать сопротивление. Не, нюки у снапфаера все равно достаточно хорошие, хоть и ослабленные. И против Энигмы мы видим, как можно вот работать, просто нападать, убивать идолонов. Фиднайт пульс. Слушай, а я как-то не замечал раньше, что миднайт пульс стоит всего лишь 50 от маны. А давно его так понерфили? Ну-ка, слушай, я даже хочу посмотреть. Так. Смотрю. Это на первом уровне только. Ну в смысле, наоборот бафнули. Я понял, я говорю, что только на первом уровне. Ну а на втором сколько? На втором 80, тоже немного. Здесь 140. Так, кунка уже на базу решил полететь. 8 крипов, да, на центре прям очень все грустно. Может быть, конечно, кунка и в лесу вернется, но и вайпер тоже там будут успевать и линию фармить и лес. Пойзен 2, корзив скин в 1. Приходит на мид еще и шейкер, но это какое-то уничтожение просто мида. Шейкер понимает, что на топе особо лекану помощь не нужна. Да? Ничего шейкер Бристалбеку не делает. Феникс ничего не делает лекану. Так, и да. Может быть, здесь нет центри. Но есть волк. Волк берет и блочит очередный спаун. Атака на лекану. Мгновенный телепорт. Да, тут игра телепортов. Контроля с одной и с другой стороны. Не хватает временами. И можно просто нажимать скроллы. Кунка снова забирает крипов. Все-таки продолжает у-ту-ту-ут. И честную игру. Хотя в его ситуации других вариантов нет. Приходит шейкер. Ну, может быть, сейчас одного крипочка и подденаит. Торрент? Нет. Тут все уверенно. Хочет забрать. Одного крипали. Здесь же денаит шейкер. В патче 7.18 был монокост 95 на миднайт пульс на первом левеле. Слушай, ну, блин, прикольно, конечно. Я как-то вот вроде много на Энигме играю. Раньше реально ни разу не обращал внимания. Три маски у Энигмы. Ого. Зачем так много? Без клик. Что можно? Медальон можно купить? Не знаю. Можно медальон, можно урну. Я видел, как купить через урну. Играет на Энигме. Вот. Довольно прикольно. Получалось. Римаски. Что с дотой происходит? Шейкер продолжает гонять кунку. Продолжает. Может быть фарм не ворует, ворует опыт. Третий уровень у кунки. И пятого вайпера. Вайпер выйдет слишком опасным. И здесь мы помним, что не только выйдет на линии он хорош, а он ведь и бристалбэк напрямую контрит. Проблема. Не знаю, неужели если бы кунка стояла чисто с глазу на глаз с этим вайпером, неужели бы он точно так же бы сильно линия был? Учитывая, что Шейкер тут живет на линии, не знаю, Форс. Шейкер реально здесь живет. Я думаю, что он мог бы как-то на ресурсах, на фласочках как-то просто тоже его разминать. Ну, ладно. Я тут не эксперт, не могу сказать точно. У Нефри-то хороший фарм. Ликан там вынужден пачки собирать, как-то водить. Все это дело. Забирает баунти руны, две штуки фармит, сам лес. Но от Ликана мы ждем просто каких-то, ну, хороших выходов там под вышки, убийства саппортов и так далее. Это все-таки не Кэрри Ликан и не Соломит Ликан. Это не герой, который должен один выигрывать здесь игру. Это такой вспомогательный персонаж, который может там что-то подъесть, что-то подожрать. Фиссура, ну, немножечко неудачная на самом деле от Арамиса. Тут было близко. Он мог бы перекрыть, как бы, во время Икару с Дайва Феникса. Может быть, там за ним задайвили. А тут очень много народу подходит под... Ой, Транквилы, Транквилы, как бы, ну... Не, конечно, не украсть. Слушай, зато Шикера вроде убьют. Он круто... Не, не убивают. Он круто протанковал Травер. Хорошая фиссура. И... Вайпер тоже непонятно. Вайпер бежать. Все живы на лоу хп. Бабка идет до конца. Дробовик через секунду, может быть, попадет. Стреляет по Фениксу, делает удар, делает ФБ. Ой, меня еще показалось, что сейчас и убежит. Было очень близко. Ну, все хорошо. Снэпфайер тут на максимуме. Ну, а на центре, конечно, просто какая-то его ханалия происходит. Кунг 1800 на Творос, Вайпер 2600. В этом моменте он выживает. Реген у него был, поэтому полностью восстанавливается. Лекан тоже времени зря не теряет. Заходит за башню, вводит тут крипов. Но пора, похоже, сжать скролл. О, спеет или нет? Кунг подходит. Торрен дает. Ток. Ток. Уходит. Полсекунды не хватило, чтобы остановить. Лекана. Ну, лайфстилер снизу тоже на жизнь не жалуется. Уровень 5. Быстро араблет. Ну, они все, кроме трех масок, все по стандарту. Дальше просто некра. Поглядим, во что преобразуется третья маска по итогу. Удряется, ребята, тут еще и варды находить. Рубик заденайл. Хорошая работа. На центре башня падает. На восьмой минуте это провал. Провал. Башня тут уже упадет. Вопрос времени. Там через минуту это произойдет. Либо сейчас, либо через две. Явно до десятой минуты должны ребята с ней расправиться. Таксин начинает потихонечку вкачиваться. Ну и только саппорты приходят сюда. Кунка понимает, что ему фармить. Надо, а не стоять тут пытаться выгонять героев. Отличная печенька. Тотем. Сработал афтершок. Но Феникса не убить. Феникс дынает башню. Ну хоть какой-то плюс в этой ситуации. Ну, викинги, господа саппорты перемещаются в правую часть карты. Сейчас можно законтролить активную руну. Понадеяться на удачу вайперу. Уровень 6. Еще больше регена себе доводят. Да, 500 хп у него всего осталось. Лайфстилеру по-прежнему помощь не нужна. У Энигмы появляется уровень 6. И появляется возможность прокачать блэкхолл. Пока. Акулы что думают, нужен ли он. Ну, Кунка молодец. Тут, не знаю, с помощью саппортов или нет, пытается своровать какой-то фармшейкер снова. Тут три стака сочных крипов. И все это по тайтбригерам в третьем уровне зафармится. Тут, правда, ладно. Шейкер с ДД. Торрент. Ну, еще и Шейкера хотят наказать. Но он не такой. Не самая простая цель. 500 хп остается. 5 зарядов в стиках. Шейкер пока просто бегает. Телепорт. Красиво. Очень красиво. Шейкер действует. С начала игры прям прийти на мид и уничтожить Кунку. Не только благодаря Вайперу, но Шейкер поработал на славу. Бристалбек первая позиция по Нетворсу. Бристалбек и так же все прекрасно. Правда, и Ликан за счет того, что ушел за башню, он фармит не хуже. Саппорты начали передвигаться по линиям. Феникс, Рубик пришли в мид. И Ликан один на один не стоял. Он просто пошел за тавр. Там крипов постоянно переагривает и все. Собственно, первую пачку некров он купил. Волками съедает легкий кэмп. Может и средний кэмп отфармить, когда всю пачку убивает. Довольно удобный геймплей у Тоби. Сюда телепортируется Кунка. Хотят Ликана подрезать. У него есть шип-шифт. Если что, он может попытаться, конечно, убежать. Он это делает. На Х-марку его сажают с кораблем. Здесь еще и Вильфиор. Размеряли тройку. Размериваются хардерами. Да, хардерами разменялись здесь. Загангали Энигму в лесу. И убили Ликана на топе. Аванпостами должны также разменяться команды. Потому что в бот никто не пойдет отбирать аванпост у викингов. Ну и баунти рунами, соответственно, тоже. Ну и как-то не получилось напрячь Лайфстиллера. Да, никто вроде не пытался особо, как мы видели. Не, ну вообще, по идее, линия неплохая у экстрема. Я имею в виду Рубик и Энигма против Лайфстиллера и... Снэпфайр. Там в один момент Снэпфайр вообще в мид пришла. Под пятую катапульту, как бы. Под пятую минуту с катапульта, имеется в виду. И можно было бы попытаться поовнить. На Экса. Ну, типа, посильнее его поперединаивать, как-то может похарасить его посильнее. Да, у него есть инфест, он может здоровье восстановить. Но у него же там КД большой на инфесте. Один раз ты его прохарасил, он инфест даюзал. Потом ему еще раз надо жать. Ну, короче, ладно. Как бы можно было бы, наверное, чуть жестче здесь сыграть. Но пока что у Шада очень хороший показатель крипстата. Феникс здесь пытается получить какую-то экспу. У него шестой уровень уже есть. У Рубика также есть сполстил. Какие вообще планы у команды Dire? По идее, им нужно играть, наверное, немножко активней. Со своими большими ультимейтами периодически их использовать. Иначе они рискуют доиграться до того момента, когда пик без супер жестких ультимейтов Викинг GG уже наберет большой жир. И ты даже при помощи Блэкхола и Солнца не сможешь нормально драку провести. Ну, а если Энигма купит БКБ, то, конечно, тут останавливать нечем. О, как печенька взрывает. Суперноу ставится. Энигма с Блэкхолом. Есть Блэкхол, Блэкхол пошел. Блэкхол на двоечку. Убьют, скорее всего. Понятно, но... Но это не то, Блэкхол, который мы ждем. Конечно, это не то. Ну, минус 3 делается. Размен на одну стэмфайр. Использовав еще и Блэкхол. Бресталбэк не телепортируется. Да, и, наверное... Хотя, черт его знает. Там башня стоит. Может быть, с этого он скролл бы нажал. Лекан скролл бы этот не сбил. Атака на топе. Приходит прямой контрпик. И тп. И тп. Снова и опять телепорты. Шейкер пытался помочь, но второй телепорт слишком долго длился. Соответственно, Бресталбэк улетел намного быстрее. А, ну... И что я только что увидел? Бресталбэк очень больно под токсином. Как бы он хорошо не фармил, спина перестает работать. И 1600 хп превращается в ноль очень быстро. Падает башня на топе. Некра у Лекана. Уже вторые летят. Мощно. Очень сочный Лекан. В итоге это отстоял. Снэпфайер. Только сейчас ультимейт появляется. Он очень поздно появился. Интересно, Снэпфайер еще опаснее. Ну и Шейкер тоже приближается к своему Блинкдагеру. Это не просто Шейкер с Блинкдагером. Это Шейкер еще и с потенциальной ФС-бомбой. Потому что больше тут героя особо и не выбрать Лайслера для того, чтобы вот прям напасть. А напасть быстро, например, на Энигму через Ахаслам Фиссуру. Это может работать, такая схема. Разменялись башнями. Толкает Вайпер дальше башню. Так уверенно крипов дожидается. Продолжит дальше пушить. И экстремум идут смоуки. Видит Снэпфайер. Снэпфайер на X-Mark поймать легко. Ой, да ладно. Там Мижин вечно пропадает. О, но это слишком долго. Что-то тут Миложил замешкался. В итоге Снэпфайер долго живет. Срабатывает рейндроп. Убить ее не получается. Телепорт там один был. Но вот Кунг уже никуда не уйдет. Ха. Прикольно. Снэпфайер вообще герой такой опасный. Когда рейндроп, когда там стики. Незабываемо, что это еще герой с атрибутом силы. Очень много ХП у него. Как-то вот корабль залетел, а Снэпфайер-то и не больно. Обычно еще на этом герое приобретаются всякие мекки, гривзы, пайпы, глимеры. Что делает Снэпфайер еще более толстым персонажем. Там таланты такие. Плюс 200 ХП. Потом лечение от печеньки на плюс 200 ХП. Это уже суммарно плюс 400 получается. В общем плане. Так, Бристалбек. Пока у нас в боте находится Сэнж. Сэнж приобрел для того, чтобы впоследствии превратить его в Валебарду. Звучит здраво. Но надо как-то вот с Вайпером будет разобраться. Это первое, о чем должны позаботиться экстремум. То есть у них здесь две таких глобальных задачи. Первое. Как-то не дать Вайперу законтрить Бристалбека очень сильно. Ну и впоследствии выдать Блэкхолл и Солнце Феникса в Лайфстиллера, чтобы убить его. И в первую очередь надо же, конечно же, справиться с Вайпером. Потому что пока у Энигмы нет БКБ, выдать Блэкхолл в Лайфстиллера не получится вот так вот просто первым. Да, только если вы в смолке как-то вышли, а он отвлечен и там качается на эншентах. Тогда да. В тимфайте там и печенька собьет, и фиссура собьет. Но Викинг в этом плане пока есть чем работать. Ну они сами как бы не особо торопятся давить соперника. Счет 6-3 всего лишь за 15 минут 9 фрагов. Опа, Бристалбэк здесь гуляет. Что, ну он здесь реально один, башни-то один нет. Инфес-бомба наготове, блинк есть, полетели. Бристалбэк пока ни о чем не подозревает. Ждет даже, возможно, новую пачку крипов. Появляется новая пачка крипов, но Бристал пока не спешит на нее выйти. А, ну там, как я понимаю, Вард стоял. Не знаю, заметил ли Инфес-бристалбэк, возможно, он видел. Вард хитрый, Вард, который не получается разбить. Вот этим сентри одним, надо курьера подводить. Инфе он дал очень хороший, сейчас Бристалбэк выживает. Все, Бристалбэк возвращается. Он уже к Лайфсиллеру, но... Там с другой стороны заходит Бристалбэк, со стороны, где уже не видно, что есть противник. Бристалбэк снова успевает в последний момент уйти. Корсавчик очень крут. Передействует тут. И снова у нас на карте тишина. Лайфстиллер дофармил Дезолятор и... Предмет очень мощный. Для 17-й минуты араблет Дезолятор. Фейзы. Очень хороший уровень. Сейчас будем ждать захват карты от Викинга. Они нажимают Смоук. Дезолятор доехал. Смоук почему-то без Лайфстиллера, правда, происходит. Неплохо было бы им из Винфест завязать. Хотя его куда-то скоро появится. 6 секунд осталось-то всего. Предмет второго тира. Бомбрейс выпал Лайфстиллеру пока что из интересного. Гроу-боу падает. Ну, я думаю, Вайпер бы не... Очень бы захотел бы это грубо увидеть. Но пока только для дайров он выпал. Контролирует Рубика. Исура. Пока отменяется. Шейкер с Блингдайгером, поэтому рваться у Рубика проблем не будет. Исура зашла. Прыжок. Ох, какой инфест. Какой красивый инфест. Ну и Рубик здесь заканчивается. Этого, конечно, мало. Этого, конечно, очень мало. Так тут Рошана сейчас еще будут викинги забирать, судя по всему. Действительно, одного фрага на Рубике недостаточно, чтобы закрепить преимущество здесь. Ну, экстремум хорошо по карте разбредается. Посмотри, Энигмы фармят чужой треугольник. В боте качается Феникс. Правда, Энигму могут сейчас подрезать здесь. Но ошибаются с траекторией. Викинги, нет, решили Рошана все-таки не убивать. Что-то стало страшно. Погнались за Кункой. Сура мемная. Но тут слишком много людей. Сура в итоге закрывает проход. Так что все ок. Кунке некуда бежать просто. Он пытается еще и убить Шейкера. Даже был близок к этому минус Кунка. Так, ну что, возвращаемся к Рошану. Некрата остались. Суликана можно нажимать и забирать. Там толкает Энигма топ. Но это не так страшно. Если что, можно нажать глиф и Энигму выгнать. И видимость. Понятно. Кому пока никому. Заберет Шейкер. Будет просто в позиции стоять. Экстремум по золоту и вовсе ведут. Да, несмотря на то, что они и герои Фредди. Только что двух отдали. И Рошана забирает противник. Все. Минус Рошан. Плюс Айеги. Злил лайфстеллера. 14 уровень. По-прежнему он очень опасен. Бристлбэк. 0-0-1 статам. Покупает тебе БКБ. Снова ловят Рубика. Еще и Рубик Вард поставил. И его так же уберут. Да ладно. Ребят, пора бы, наверное, телепорт. Но. И все так просто. Минус Рубик. Минус Вард, который поставил Рубик. Ну там на самом-то деле... А, ты имеешь в виду... Но его пока же не убрали. Погоди. Вот этот убрал. Его могут убрать. Не-не, а вот просто здесь Вард Рубик поставил. А, ну тут просто свеженький еще вот. А этот Вард только с Курьером можно убрать. Без него... Без него никак. Его Энигма там как-то странно очень собирается. Купил Огр Клаб. Огр Акс, то есть... Теперь копит на даггер, я так понимаю. Или просто не закупается Митрил Хаммером. Непонятно. Но позиция хорошая у Акулыча. Он прячется... Забирает кэмпы. Перефармливает своего соперника, так сказать. Всеми возможными и невозможными способами. О, Агроу Боу Вайпера выпал. Приятно. Очень даже приятно. Вот как раз для Вайпера это самый, наверное, крутой предмет из второго тира, который только можно получить. Для остальных героев. Не факт, что и в третьем тире что-то полезнее прям выпадет. Да, да, так и есть. Так и есть. Там корабль полетел для того, чтобы выиграть немножечко времени. Подфидел с Омонами Лекан. Минус-то два. Пытаются Дайер сделать нечто подобное. Но приходит сюда лишь Рубик. Одним Рубиком стать не будешь. Кунг выходит. Ну, к Смаркту у него очень далеко. Опасно. Но Вайпера поднял. И Шекер не рискует куда-то прыгать. Вижена там нет. Треугольники. Непонятно, на сколько там героев может находиться. Книга у Феникса. Хочется дойти до 12-го поскорее. Но Викинги, разумеется, давят. А чего им ждать-то? Башер, Армлет, Дезель, Атроэгис. Это вообще что за предметы? С ними предметами тут тяжело бороться. Бристалбек набирает мощь. Очень много у него всего. По-прежнему унифрит в игру не включается. Продолжает бить крипов. Хотя пока у него нет БКБ, он крайне уязвим. Джекер ворвался. Эльфес. Немножко кривовато все получается. Но в итоге... В итоге Бристалбека слишком быстро убивают. Пока нет БКБ, толку не будет от Бристалбека в драке. Принимают еще и Кунку. Кунка телепорт. Есть Фиссура. Краешком принимают Кунку. Ну и Кунка также умирает. Так, БКБ у Энигмы есть. Теперь можно будет попытаться убить Лайфстилера. Только надо дождаться, пока у него Аегис пропадет. Потому что... Блэкхолл у команды Экстремум 1, а жизней у Лайфстилера 2. И это непорядок. Кажется, Викинг не намерены ждать, пока этот Аегис пропадет. Они заходят на ХГ. Полторы минуты еще можно будет с этим Аегисом подраться. Потом он исчезнет. Руту можно перетягивать сейчас вниз на Т2. Глифа-то больше нет. Там, правда, с крипами проблема. Игма говорит, крипов не будет. Но одного ранжа можно сейчас засейвить. Этого было достаточно, чтобы забрать Т2. Да, Т2 упадет. Это последняя внешняя башня. И реально есть ощущение, что викинги здесь не будут ждать до 50 минуты. Или что-то подобное. Дезолятор есть. Кераса сейчас появится. Можно будет идти просто давить противника. Пуш потенциала очень серьезный. Даже вайпер стоит на оптимальной дистанции. Будет стрелять. Даже от него какой-никакой урон есть. Пока Байнигма, да, берет. Ну хорошо, ждем атаку луча. Каких-то мега-блэкхоллов. О, лайфстелеры, Эбисол уже скоро с ума сойти. Ну странно, странно. Кстати, Эбисол позволяет блокову сбивать. Так, кто? Экстремум. Пора начинать в доту играть. Просто скоро играем. А, им по кайфу вроде. Он, Бристалл Бэк сейчас купит БКБ, чтобы его не контрил вайпер. Нейротоксином. Энигма, дофармив БКБ, теперь хочет Блинк Дайгер. Понятно, конечно, конечно. БКБ появились, а Егис пропал. Может быть пора самим Смоук теперь выйти-то? Можно, конечно, не Блинк Дайгер дождаться Энигмы. А, если Лавсиллер купит Абисол и Энигма каким-то образом его не схватит в Блэкхолл, то этот Блэкхолл собьется 100%. Почему Лавсиллер так рано этот Абисол приобретает? Он бы, может, Кирасу какую-то купил. Кираса у Лекана, мне кажется, у Лавсиллера не так много говорят, что ему покупать было. Ну да. Ну, может, они бы просто договорились, так что, типа, давай лучше я Кирасу куплю. А, Вильхиора убили довольно ловко и быстро. Шлепнули без шансов. Должны были увидеть Абисол Блэйд у Лайфстиллера. Но его еще нет, еще Абисол Блэйда пока нет. Ну, типа, что он там готовится, что у него уже Вангуар и Амлет. Это да. Прямо с минуты на минуту появится. О, как же быстро лупит хайграунд. Конечно. Лайфстиллер выгрызается. Кунка на Хмарке назад. Лайфстиллер рейдж заканчивается. Пора отходить. Так, ну что. Абисол летит. Манки Кинг Барда дальше по плану. Может быть, еще Лайфстиллер придумают. У него там какой-то Сильверейдж. В какой-то момент в Кикбайе оказался сейчас МКБ. Ну, МКБ понятно. Ты просто видишь две Алибарды, и тебе не очень круто, что ты не попадаешь по героям в какие-то ситуации. МКБ будет попроще. 7000 перевес за викингами. Викинги сейчас будут дождаться второго Рошана. Экстремум нажимает смоук. Выходит в атаку. О, Ликан на Ганнибу. Вот это кайф. Я и подумал на секунду, что представим Лайфстиллера, который будет бегать просто бешеный. Круто. Очень крутая идея. Ликан, правда, убьют. И он, в принципе, оставляет себе вариант вот этим игроком Аксом передумать, купить БКБ, например. Что, может, передумает? Ну, пока... Пока Кикбай не меняется. Ликан и Убиль неплохой выход. Это, по-моему, впервые за долгое время вообще... Команда... Экстремум куда-то вышла. До этого они просто пытались фармить. То есть у Бристалбека там тоже счет не должен особо меняться. Это 0-1-1 за 27 минут счет. 4 фрага всего. Да, армия сделана. Блинкдайгер покупает Акулыч. КБ Блинк. Ну, вот момент истины, собственно. Сможет ли он дать... Блэкхолл Вастиллера, или же все-таки ему собьют этот Блэкхолл при помощи Абисл Блейда? Куриншотаки. Просто ужас. Рубик минус, прорывается Энигма. Пошел Блэкхолл, Лайфстиллера приняли. Рейдж есть, но все равно больно. Кх-слэм. На прощание Феникс умирает. Лайфстиллера играет с Армлетом. Пытается убить Энигму. Лайфстиллера убили, и Энигма выживает. Ну, слушай, хорошо. Нормально. Очень хорошо получилось. Рейдж не рейдж, но все равно было очень больно. Ну, там в рейдже просто не пробивает Миднайт Пульс. Миднайт Пульс теперь магический урон. Написано пирс с спеллом Юнити просто. А, да? Написано так, я уж не знаю. Блин, вот это жесть. А как же я много не знаю про этого героя. Я просто спамлю Энигму, и... Да, ну, значит, пробивает, да. Раз в перспеллом Юнити. То есть, это просто, получается, блочится всякими пайпами и маг-резистами. В этом, типа, смысл, да? Да, да. БКБ пробивает. Забавная способность. Вот раньше в доте когда-то существовали так называемые орб-эффекты. И, в конце концов, Айсфрог и Валв от них отказались. Ну, потому что путаница возникает, да? Что на одном герое можно скадить, а на другом нельзя. У одного, там, скилл это орб-эффект, а у другого не орб-эффект. И, в итоге, Валв решили все привести к общему знаменателю. И уравняют все способности и всякие скади, и сатаники, и дезоляторы, и прочее. Мол, что хочешь, то и покупаешь, чтобы был простор для билда строения. А сейчас он появляется уже скиллы, которые вроде бы как... Почему просто не оставить тогда пьюр? Ну, я не знаю, типа, Инигва слишком сильный герой был или что? Просто понерфит процент. На Блэкхолл пьюр, а на Миднайт пульс магический. Нет, на Блэкхолл понятно пьюр. Просто я вот как раз не понял вот этого момента, зачем вообще на Миднайт пульсе сделали магический тип урона. Что посчитали, что это слишком сильная способность? Ну, хорошо, сделайте процент меньше. Просто, ну, так же с пьюр уроном. Не 7, там опять пьюр урона, например. Там 6. Просто странный такой достаточно момент нерфа, на мой взгляд. В чем проблема сейчас с Инигмой? Это кулдаун и Блэкхолл очень высокий. Да, это правда. Ну, 50 секунд как-то прохалдиться-то, наверное, можно? Попытаться, по крайней мере. Тут он вылетает. Опа, я писал Рубика. Да, тоже неплохо, быстро убит, да. Почему нет? Снайфайр продолжает стрелять. Здесь понемножку рейдж заканчивается. Аегис все еще есть. Бояться нечего и будет он еще долго в инвентаре. Вайпер с сыром. Писура еще одна. Печенька в крипа. Полетел торрент корабль лайфстилера. Рейдж должен успеть нажать лайфстилер. БКБ от Бристалл Бэка. Вот это неприятно. БКБ почему-то бесплатно Бристалл отдал. Падает линия. Блэкхолл через 15 секунд. Минус мид. Да, ребята, как бы Энигма не был хорош, колдаун и блокхолл... Ну, понимаешь, для того, чтобы это не было проблемой, нужно играть активно. Активно. То есть ты не должен просто сидеть на хайграунде и ждать, когда к тебе придут и начнут тебя ломать. И ты такой бау, прыг, скок, блокхолл. Всех убил. Нет, ты должен тянуть соперника, заставлять его уходить с миды, заставлять его дефать. И как-то уже на разнице в героях пытаться играть, что, мол, врага тут мало, а нас тут много, мы под свои базы, он улетел дефать, мы нападаем, мы убиваем. Бог с ним, там, может, даже с какими-то байбэками, учитывая, что преимущество 9000. Но экстремум всего этого не делают, они чилят на хайграунде. Кто это должен делать? Ну, и Нигмы, наверное, это должен делать. Поскольку только у этого героя есть блинг и возможность как-то из кустов там пушить и идолонами, и Ниграми. Остальные герои на это не способны. Кунка, если будет показываться, то его найдут и съедят, то же самое касается... Ну, Феникс еще вот может, вот, Феникс может толкать лайны. То есть Фениксу, допустим, толкать вот этот лайн, и Нигме толкать вот этот. И... Ну, я не знаю, может быть, кто-то из викингов телепортнется и это все дефит. Сейчас, правда, уже вряд ли телепортнется, потому что... Если они увидят, как Нигма и Феникс, например, расталкивают лайны, они такие... Ну, что ж. Шейкер, расславим, Мерфес, пошел, Нигма врывается сразу же, но... Это Аегис. Это Аегис. Это Аегис, то есть максимум убивает Шейкера. Лавстиллер. Еще и убегает с Аегисом, выбивает его, но Супернова взорвет никого. Аегиса, БКБ у Бристалбека больше нет, соответственно, его будут очень легко убить. Пытается просто уйти по Т4. Вайпер нажимает БКБ. Ликан в Шейпшифте добивает просто бедного Рубика. Там и Бабка стреляет, и Вайпер примерно такой же рейндж, как и Бабка практически стреляет. Минус вторая линия. Крипы идут по миду, крипы сейчас подойдут и снизу. И Блэкхолла нет целых 2 минуты. 2 минуты надо как-то... Ох, Бристалб вышел. Ой, как больно! Вот этот Вайпер называется. Это Вайпер, 22-й. Привет. Ну да, ребята, конечно, тоже, если хотели брать Бристалбека, что-то Вайпера не забанили. Герой, который закрыл по факту двух коров. Первой и второй позиции. Ну это же чудо какое-то. Да, да, ошибка в драфте серьезная. И вот насколько это простое решение. Вспомни, сколько мы видели этих кэри Бристалбеков раньше. Вот постоянно же их пикали в один момент. Вот каждый брал кэри Бристалбека. И никто никогда не брал Вайпера. И насколько же он хорош против Бристалбека. Вайпер там себя убил. Пластиллер, сыр, нажатся. Ну это вроде отбиваются. Ну это мега-крипы, мега-крипы форс. Ну это мега-крипы, да. Отбиваются, да, это громко, наверное, рассказано. Ликана гоним себе купил. Теперь будет кусать своих тиммейтов. Пока его укусили тут. У меня гон. Да, ну меняет ли это что? Вообще ничего не меняет. Все здесь умрут. Это мега-крипы. Защищаться будет тяжело. Мега-крипы на 33-й минуте, то есть это достаточно рано. Джейкер тут убивает. Ладно, ждем, как Лайвстиллер тут будет бегать. Укушенный и... А, ну окей, не увидим даже. Жаль, 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 ребят. Далее посмотреть АГГ. Для викингов очень легкая победа. Экстремум, конечно, и играли очень пассивно. Наверное, можно было играть поактивнее. Ну и вот этот вайпер, он в любом случае закрыл эмид. Закрыл и вот такие бристалбэк. Как только Блэкинг Бар заканчивался. На этом драка для бристалбэка заканчивалась. Ну, а Энигмы тяжело. Тяжело Энигме тут играть. Особенно, когда уже Лайвстиллер купил Эбисол. Особенно, когда у нее еще есть Аегис. Что, Форст, на паузу уходим? Ты молчишь, я думал, что ты расскажешь. Да, честно говоря, даже не знаю, собственно, что тут можно добавить. Наверное, только то, что стату по этой катке более детальную можно посмотреть на сайте cybersport.ru. Да, да. Так что прыгаем на паузу. Викинги начали очень круто. Посмотрим, что они смогут показать на второй карте. И смогут и противники им ответить.